Ребята, всем привет! Новый день! Предыдущий день мы немножко с вами пропустили. То есть это сегодня у нас понедельник. Воскресенье я не снимала, потому что... Так уж вышло, что у меня каждый день выходили видос и лайфхаков. Вот, и я решила сделать себе в воскресенье небольшой такой отдых. И мы даже не красились, хотя трансляцию всё равно провели. На полчаса, которую не сохранили, потому что она была тухлой. До свидания. Да, мы не пили вино. Мы уже собрались накрасить, у нас уже дофигища времени, около трёх часов. Мы очень долго собирались, на самом деле, но на то есть причина, потому что сегодня мы едем на машине на солнечный берег. Сейчас сказать особо нечего. Я накрутила волосы Карине, теперь она похожа на мамиту-папиту. Вот эту вот бамбиту. Словом, красотка. Спасибо, мой друг, подружка. Нравится? Да. Или тебе не нравится? Ты их немножко распушила? Нет, они сами немножко встали. Нормально, как колбаски такие торчат. Ну, красиво, моя, красиво. Да, разнообразие. А Карина мама снова мне заплела косички, я попросила, потому что, блин, как так вышло? У меня голова грязная. Когда начнётся что-то интересненькое, я буду вам показывать. Я так не умею. Я тоже не умею. Я пыталась как-то научиться, у меня очень сильно болели руки. Ой, духи. Они мажутся. Хватит, чекотно! Что хотела рассказать? Из вчерашнего, что вы попустили, так это то, что утро было у меня очень тяжёлое, потому что позавчера, как я и сказала, я буду пить вино из-за муравьёв тупых. И так и было. Я пила вино, и могу вам так сказать, я выпила чуть больше обычного. Мне было неплохо. Повторюсь, в истории тоже самое рассказывала. Мне было очень весело, хорошо. Только утром мне было не очень, у меня очень сильно болела башка. И знаете, как я проснулась? Кто нас разбудил? Маленькая милая девочка долбилась нам в стеклянное окно. Минут 10, наверное, долбилась со всей дурью. Я начала вставать, Карина говорит, да ладно, забейте, поуйдут. Я думаю, нет. Никуда она не уйдёт, отдыхать она мне уже тоже не даст. И я, короче, выхожу. Из этой двери с кровати иду вот так подхожу. Встаю. И там стоит эта маленькая девочка. Она на меня смотрит такая, и я ей такая говорю, привет, мы спим. Зачем ты стучишься? Просыпайтесь, говорит она мне. Я говорю, извини, мы спим. Давай мы с тобой попозже встретимся. Ну ладно. И я дала себе слово, что если ещё раз подобная ситуация повторится, я буду не такой милой. Потому что, когда я вставала с больной головой после тусыча, в моих мыслях было реально взять какой-то твёрдый предмет и постучать ей точно так же по голове, как она стучала в нашу дверь. Объясню, почему. Я ненавижу таких людей, потому что это невоспитанность. И я не буду это терпеть. И мне пофиг, сколько этой девочке лет. Абсолютно плевать. Если она меня выбесит, я ей серьёзно скажу, что... Извини, моя хорошая. Ты офигела. Так делать нельзя. Чтобы больше такого не было. У меня даже были мысли поставить будильник на какое-нибудь ночное время. Типа 5 утра, пойти к ней домой, так же ей долбиться. Я бы посмотрела, как ей понравилось. Причём, знаете, что самое интересное? Она долбилась нам в дверь. И когда я подходила к двери уже, я услышала, как какая-то женщина говорит, ну что, они открывают? Я подумала, интересно, эта женщина в курсе вообще, что эта маленькая девочка делает? Или она думает, что она пришла за своими любимыми лучшими подружками? Она так и подумала. Вот, и меня это ещё больше выбесило. Просто пипец. Ну, из-за того, что эта девочка маленькая с милым личиком, мой гнев немножко утих. Но впредь такого не повторится, поэтому будь внимательна. Вот, а ещё вчера у меня закончился интернет на телефоне на симке. Карине и родители сегодня утром ездили, покупали симки как раз, потому что и роутер закончился, и Wi-Fi. В общем, мы чуть с ума не сошли один вечер без интернета. Но у Карины зато было, она раздавала. Так что сегодня всё снова, как и раньше, с интернетом и кайфом. Так что до следующей локации. Итак, мы приехали на машине, которую арендовали Карине на родители в солнечный бряг. Берег. Бряг. Бряг. Смек. Сейчас мы чок-куда-дам-ля. На пляж идём. Может, Макс зайдём. Я сейчас не голодная, но если мы зайдём, я и для этого всё съеду. Ммм, это мой стиль. Ты что, с кем поведёшься к тобой на берег? Я здесь ни разу не была, родители Карины решили приехать сюда и показать мне тоже как раз, потому что и я тут не была. А, не были. Много раз мы тут были, каждый раз? Раз? Нет, я тут была один раз. Да ладно. А мне пофиг на другие города. Рыбой пахнет. Очень интересно посмотреть на пляж. Карина сказала в машине, что Солнечный берег это место, куда приезжают молодёжь тусоваться, клубы, всякие бары. Карина, такая бомба сегодня, не могу. Вот, смотрите, мы вышли на какую-то главную улицу. Ну, как главную, наверное, главная тусовочная улица с магазинчиками, сувенирчиками, барами, клубами. Вот вижу какой-то... Не знаю. Вот, а ещё здесь есть Макдональдс вон там он. Сейчас мы туда подойдём. Так волнуюсь. Ну, прикольно. Рестораны, клубы. Пойдём тусить подруженьки. Да, как подружки. Наверное, девушка мне идёт, говорит, это же мужское типа. Ну, из твоих уст это так смешно вообще. А давай ты. Блин, я стесняюсь. Давай как-нибудь будет ситуация, я попробую сказать и посмотрим. Ну, вот, смотри, ситуация самая... Ой, здрасте. Какой он молодец. Он играет на твою... Он больше работает на мою камеру, чем ты. Ух ты, тут наверняка и хот-доги есть. Ну вот мы и пришли в Макдональдс. Счастливый. Я очень счастлива. Я сделала заказ. Кстати, он тут прикольный, он прям на улице такой открытый. А ещё там сидит Роналд Макдоналдс, с которым мы сфоткаемся. У него вот такая улыбка. Нет, она сильнее, брат. Пойдёмте к тенечке, он не стоит занимать, да? Кстати, в России уже не осталось Роналдов, Макдоналдов. Только в Европе вижу. Да, обидно так, почему они их убирают? Ещё бы убрали эти дни рождения возможности отпраздновать. Раньше же было, но мы убрали, да? Детский полон, на ты. Чтобы можно... Я дыра празднула в Маке, а вы? Я тоже. Да, на самом деле и не следующее дыребо там отпраздновало. Двадцать три? Двадцать три. Как приятно. А у вас у всех есть? Только картошки нет. А, тунаггинс? Да. А это мой чикен и гамбургарничок? Вкусно. В общем, чикен очень вкусненький даже. Не знаю, какая будет картошка, но мне кажется, будет тоже очень вкусно, потому что всё-таки Болгария. Я просто помню, первый раз, когда я здесь была в Болгарии, попробовала Макдональдс, картошка была, по-моему, восхитительна. А вот чикен и как-то не очень я запомнила. В общем, представляете, оказалось, что тут очень дорогой Макдональдс. И сколько там Биг Мак один? Семьсот рублей стоит? С ума сойти, ну прикиньте. Я в шоке. А я люблю Биг Мак. Но больше я в шоке от этого. От Макдональдса дорогого. Не знаю, как так вышло, но я съела в Макдональдсе всё, что заказала. Первый раз в жизни, да, наверное, так? Ну не первый раз в жизни, но просто вкусно. Ну было, правда, вкусно. Так вышло по цене, что мы как будто бы в ресторан сходили. Жесть. А теперь, я думаю, можно пойти на море. Погода отличная, только что пофоткали с Кариной и с Роналдом Макдональдсом. Ну, в общем, в Инстаграме можете посмотреть, поставить лайк. Такие живые прикольные фоточки. Пришли к пляжу. Народу очень много. Вот такой вот пляж. Там, кстати, аттракцион, видите? Возможно, мы с Кариной на нём покатаемся, но чуть позже, когда Макдональдс уляжется. А сейчас мы пришли на пирс посмотреть. На всю эту красоту планируем купаться. Интересно, куда же мы ляжем? Вода классная, да? Такая прозрачная. Хотя там тина это опять. В общем, мы с Кариной переоделись в купальники. Пошли в воду. Карина уже там сидит давненько. Ну, как давненько? Минут 10, наверное, купается. А я буквально через 3 минуты, пока заходила в воду, увидела медузу. Испугалась. И ушла. Я боюсь их, не хочу. Вообще не люблю такие водоросли, хотя море выглядит таким приятным. Ну, и вот медуза была рядом со мной, я психанула и убежала. Я захотела быть русалкой. И Карина меня засыпала песком, я тоже себе помогала. И скоро вы увидите меня в новом облике. А потом я буду в Марвел играть русалку. Злую русалку. Это было моим самым лучшим решением за сегодняшний день. Стать русалкой. Это кусок стекла? Почему он во мне? Ты меня что, заживо решила похоронить? Карина набирает воду, чтобы сделать из меня реальную русалку. Чтобы слепить как следует. Ну, просто мне тут скучно немножко от того, что я не купаюсь. И там водоросли духные. Что ж, показываю вам мою работу, мой экспонат. То, над чем я старалась полчаса своей жизни. Русалку выбросила на берег. Спасибо, русалку! Ну, не совсем, конечно, идеально, но я и рисую так. Меня выбросила на берег. Меня выбросила на берег. Теперь я не могу вернуться в царстве к своему отцу. К подводному. Смотри, я регенерируюсь. Я превращаюсь в девушку. Желтый кусок, кусок. Прекрасную девушку. У меня отрасли ноги. У-у-у. Ну, вот, желтый. Смотри, как русалка, я не умею играть. Я должна пытаться пойти, потому что я всегда была рыбой. Возьмите ее на роли русалочки Ариэль. Стой. Актриса, у которой еще нет Оскара, но обязательно будет. Это что? Это я? Как будто бы это ноги какого-то таракана. Итак, ребят, мы покупались. Потом Карина сделает из меня эту русалку. Сейчас мы уже переоделись. Пойдем пытаться на аттракционе. Я так рада. Очень этого жду. Это будет очень весело и насыщенно. А еще мы сейчас смотрим сериал «Сотня». И он нас так увлек. Нам так интересно стало его смотреть. Я рад. Ну что, не страшно вам? Нет. Очень. Не бойтесь, Тока, не бойтесь. Это сейчас работники, как у тебя будут. Готови. Очень хорошо. Это было жестче, конечно. Так как у видео нет звука, мы решили озвучить видео сами. Как круто. Вау. С ума сойти. Вау. Мне понравилось очень тебе. Да, вообще. Круто так. Пипец. Ух, а мне так понравилось. Надо еще брать. Да, ха-ха, давай еще. Итак, ребят, мы сейчас монтируем. Мы решили дозаписать. Посмотрите кусочек. Мы решили вставить крик Карининой мамы, который был чуть раньше, когда мы первый раз только взлетели. И ее мама очень радовалась за нас и тоже смеялась. И это дико смешно. Просто посмотрите, мы подставили ее голос под то, как мы взлетаем. Что-то ножками уже не машут они. Живые они. Эээ. Он не кричит, так. Руки, покажите руки ваши, трясутся или нет? Второй раз было страшнее? В общем, мы покатались только что на этом аттракционе. Это было просто восхитительно, очень круто. Ну, сначала было страшно, потому что ты ждешь всегда вот это ожидание. Оно самое страшное. А потом это было просто... Причем мы покатались два раза. Первый раз с одного человека 25 мы заплатили лев. А второй раз мы еще сидели на этой штуке. И чувак такой говорит, давай за 15 каждая. И второй раз. Да, и в итоге мы решили второй раз прокатиться. И еще он нас закрутил. Это видно на видео. Он было закрутил нас вообще. И это было офигенно. Ух ты, чайки дерутся. Тихо. Ты как раз хотела за горло одну спать? Да. Стой, не подходи близко. А, улыбашься в форму. Такие нитроглодиты, ужас. Слетелись все. Интересно, они вообще кусачи? Я могу поймать одну? Ну, очень приятные ощущения на душе после такого экстрима. Столько смеялись и кричали, пока катались там наверху. Это было здорово. Я бы повторила это. Но не сегодня, наверное, уже. Русская книга. Мы идем сейчас к машине с пляжа уже. Нафиг с пляжа. Ну, честно скажу, мне здесь приятно. Достаточно так легко. О, ух ты. Я хочу такую. Какие крутые шляпы, а платье. А, смотри, тут фоткаться можно по старинке. Нифига. Бедная девочка. За что ее так мучают? Вот для меня самое страшное, это вот туда ноги засунуть. А кто-то за это платит. В общем, сегодня прям классный день. Причем он еще не заканчивается. Но, наверное, когда мы приедем, мы будем конкретно отдыхать. Да, под сериальчик расставляем. Под сериальчик расслабляться. Помонтирую влог. Мы, кстати, вчера еле-еле выключили сериал. Так было интересно. Бегли что-то в 4 утра. Кошмар. Понимаем, что надо ложиться раньше, но сериал так затянул. И из-за этого спать не хотелось. Что ж, ребят, мы уже дома. Сегодня был очень насыщенный, длинный, долгий, классный день. И надеюсь, что вам понравился этот влог, потому что мы еще с вами не заканчиваем. У нас еще один влог остался, официальный, если 7 дней считать. Но посмотрим. Возможно, точнее, я думаю, что я буду снимать больше. Молодец. И сейчас я сажусь за монтаж этого влога. А вино будем сегодня пить? Так кола вкусно идет. Правда, опять трансляция скучная будет, если будем проводить. Можем сегодня без нее. Ну да. Кстати, по поводу кавказского акцента влога можно 7 обычных, а потом уже как эдишн. Кавказ эдишн. Точно, точно. Если все было по кайфу, то подпишитесь на наши страницы в инстаграме, на каналы тоже. Пожалуйста. Кстати, я вижу рост подписчиков, так приятно, так приятно. Но будет приятнее, если все это будет быстрее. Потому что мне всего-то каких-то 161 тысячу. И у меня будет 2 миллиона на канале. Это же совсем, вообще, чуть-чуть. Поэтому подпишитесь, расскажите всем своим друзьям, что подписались. Ладно, шучу. Ну, не, если сделать, конечно, это будет вообще огонь. Но главное, смотрите мой инстаграм. Лайки, коменты, вот это все будет, это пипец приятно. Я так стараюсь, мне так приятно, когда фотки много собирают, лайк, всякое такое. И, кстати, многие пишут то, что фотографии иногда вообще не появляются в ленте. И девочка заходит на мою страницу и говорит, я в шоке, у тебя уже 5 или 6 постов вышло новых. Так что вот такой вот, представляете, пипец. Это давно уже, не шок, это алгоритмы инстаграма. Если вы не ставите лайки, то инстаграм думает, что вам этот человек не очень интересен. И поэтому он ваши, ну, посты ваших любимых блогеров не ставит вам. Да. Да. Мы с Кариной решили, перед тем, как с вами попрощаться в этом блоге, решили провести трансляцию в инстаграме. И так как сегодня я мало записала, я подумала, что вы тоже можете послушать то, о чем мы будем говорить в трансляции. На какие вопросы будем отвечать. То есть это вместо ответа на вопросы выходим в эфир. Так что вот. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока.